здравствуйте дорогие друзья с вами на связи виктория котыченко и сегодня я отвечу на вопрос сколько же можно зарабатывать на ютюбе у меня шесть авторских каналов и именно о авторских каналах я могу вам рассказать то есть о каналах которые воруют видео там обрабатывают их и как так пытаются на этом зарабатывать я ничего говорить не буду потому что я не владею такой информации я этим никогда не занималась не знаю как это делать и сколько на этом можно заработать я могу рассказать о том чем занимаюсь я я снимаю свои видео на разные темы у меня разные шесть эти каналы на разные темы вот один тем это просто блок виктория котыченко в бокс здесь у меня домашний канал там разные путешествия какие-то приколы там семейные да там в общем вот такой в таком плане есть канал про моего хомячка есть канал про моих птичек есть канал на котором я рассказываю как зарабатывать в интернете ну и тут разные видео уроки то что я научилась делать я учу этому других и есть еще один канал про мою работу и еще один канал про то как я готовлю у себя на кухне ну если дойдем до них я вам покажу хочу вам показать в сравнении вот эти вот канал они абсолютно разные на этом канале вот позор по заработку в интернете десять с половиной тысяч подписчиков здесь 6000 подписчиков на этих каналах вот им буквально по четыре месяца три тысячи подписчиков и две с половиной тысячи подписчиков есть канал где 700 подписчиков и канал где то 6000 подписчиков про мою работу про студию танца значит сравниваем сравниваем теперь доход этих каналов а чего зависит доход не так от количества подписчиков как от количества просмотров вот этот канал имеет 10000 подписчиков и полтора миллиона просмотров а канал с шестью тысячами подписчиков имеет 2 миллиона просмотров и здесь уже доход будет выше хотя подписчиков меньше сейчас я вам это все подробненько покажу если вы хотите получать уведомления о том что на канале произошли обновления выложены новые видео нужно правильно на него подписаться. Жмем кнопку подписаться. Справа появилась шестеренка. Нажимаем, ставим галочку в окошке сообщать мне обо всех новостях этого канала и сохраняем. Как только автор выложит новое видео, вы будете уведомлены и сможете посмотреть его первым. Еще от чего от того, какие страны смотрят ваши видео. Разные страны платят разную сумму за рекламу. Это все можно посмотреть в менеджере видео, вот в этом разделе в YouTube Analytics. Значит, сейчас мы смотрим доход канала за месяц. Нажимаем вкладочку доход. Именно здесь вы можете увидеть чистыми ваш заработок, чистыми за какой-то период. Вот я выбираю за последние 30 дней. За последние 30 дней этот канал принес 25 долларов. А вот этот канал за последние 30 дней принес 62 доллара. Вот доход, вот 30 дней, 62 доллара. Все почему? Потому что здесь 400, ну короче 500 тысяч просмотров, полмиллиона. А на этом канале. Так, сейчас просмотрим и откроем. Вот тут вот их сейчас добавим. Вот появилась еще одна диаграмма. 82 тысячи просмотров. При наличии 10 тысяч подписчиков здесь в месяц я зарабатываю 25 долларов и просмотра 82 тысячи. При наличии 6 тысяч подписчиков в месяц 62 доллара, просмотра полмиллиона. Вот такая вот разница. дальше канал Jazz Life Home Online. Здесь я про своего хомячка снимаю. Очень популярный становится их канал, потому что его смотрят дети. Ну а дети, в общем-то, благодарная такая аудитория, которая пересматривает по 100 раз одно и то же видео. Там пишет кучу комментариев. Я вот не успеваю читать и отвечать на них, потому что куча-куча вопросов каких-то таких. И этот канал создан 3 октября. 3 февраля каналу было четыре месяца. Сейчас 17 февраля, четыре с половиной месяца, три тысячи подписчиков. В общем-то, это хороший результат. Ну и видео я тут выкладываю каждый день практически через день, там несколько раз в неделю точно выкладываю видео. Поэтому тут я работаю и трачу времени достаточно много, но и канал развивается быстро. И этот канал приносит мне 15 долларов в месяц. 160 тысяч просмотров в месяц. Вот последние 30 дней. Следующий канал Волнистик ТВ. Все то же самое, только про моих попугайчиков. Тоже ему четыре с половиной месяца. 2650 подписчиков. 267 просмотров. Так, а тут у нас больше, видите, просмотров. И канал Волнистик ТВ приносит мне 14 долларов. Просмотров. Просмотров в месяц 176. Про хомяка. Просмотров в месяц 164. Видите? А доход выше. То есть, какие-то, какая-то другая реклама тут. Может быть, пару раз кто-то кликнул там с США, да, а не с Украины, Россия. Значит, где посмотреть, кто вас смотрит? Эффективность рекламы. Эффективность рекламы. Здесь у нас показывается... А, так, на этом канале не покажет, потому что я вышла с него. Вот, я сейчас на этом канале. Вот смотрим. Эффективность рекламы. Здесь у нас показывается полностью доход. Вот если в разделе доход мы видим чистый свой заработок, то в разделе эффективность рекламы мы видим заработок без вычета того, что забирает YouTube. То есть, на самом деле вы заработали 44 доллара. Я заработала, да, но YouTube забрал 45 процентов и осталось 25 долларов. Вот таким вот образом нас, так сказать, обдирают. Так, просмотрим. Почему-то у меня убрались. Вот раздел просмотры. Так, эффективность рекламы. И здесь же мы можем посмотреть, сколько мы получаем за тысячу показов. Цена за тысячу показов 84 цента. Но тоже из этих 84 цента еще 45 процентов заберет YouTube. Так, и вот мы смотрим, какие страны, сколько нам платят. Россия. Смотрим последнюю вот эту строчку за тысячу показов 72 цента. Украина. Вот Украина за тысячу показов 52 цента. Германия 4,66. Соединенные штаты 8,06. Великобритания 18,36. Ну и так далее. То есть, если бы мои видео смотрелись в Великобритании, там, допустим, или вот где тут еще в Болгарии, именно эти видео, именно на этом канале, то я бы получала больше. На другом канале, допустим, тут цены могут быть другие, другой контент. То есть, это уже вы смотрите на своем канале, какие страны вам платят больше. Ну и можно пробовать ориентироваться на те страны. Но, как показывает практика, те, кто пробовал, вот смотрят в США, там, платят больше, чем Россия, да, они начинают переделать видео так, чтобы смотрели США. И только их начинают смотреть США, этот показатель падает. То есть, где он там, вот. То есть, тут уже становится меньше сумма. В общем, YouTube тоже хитро сделанная штука, поэтому тут угадать и что-то предусмотреть очень сложно. Можно только, ну, приблизительно там себе прогнозировать и планировать. Но, как будет, гарантий никакой нет. То есть, самое главное, записывать видео на ту тему, которую вы знаете, которая вам нравится, которую вы хотите снимать. Вот нравится мне заниматься своей мышкой, своим хомячком. Я вот занимаюсь и снимаю это все на видео. Выкладываю, детки смотрят и рассказывают, как им нравятся мои видео. Снимайте еще больше, мы хотим больше видео. Там тоже самое про этих самых волнистиков. Вот. Есть канал у меня, сейчас я на него зайду, вам покажу. Про студию танца. Студия танца. Это моя работа. Я тренер по танцам. И этот канал начался тоже. Просто с того, что я начала выкладывать видео своих, своих выступлений моих деток. Выступлений моих деток. Вот они танцевали, и я для них же снимала, и для них же выкладывала. И этот канал, в принципе, мне ничего не приносил по деньгам, потому что здесь его нельзя монетизировать было, потому что везде музыка присутствует. Популярная. Популярная музыка сразу блокируется монетизация. То есть, ну, не блокируется, не отключается монетизация, но оно не монетизируется в видео. Не стоит значок доллара. Потом я сняла несколько видео про то, как научиться вставать на мост, с мостика, допустим. Как правильно там делать переворот вперед. То есть, какие-то видео уроки, как что-то делать правильно выполнять. И начали подписываться люди, начали просить снять еще какие-то видео на какие-то темы. И тут пошел доход. Доход подписчиков 6781. Просмотров тоже полтора миллиона. Когда канал создан, сейчас посмотрим. Ну, я, в принципе, не занималась. В 2012 году. И смотрим менеджер видео. Сколько такой канал приносит денег? Намного больше. Так, YouTube 2 Analytics. Не то я зашла. Намного больше, чем канал с 10 тысячами подписчиков. Так, так, так. Доход. За 30 дней. Ну, нет, не намного больше. Там 25 долларов, тут 29 долларов. Но просмотров здесь 166. А ну, а там 180 тысяч просмотров. То есть, видите, даже вот просмотров там больше, чем тут. Но заработок здесь больше, чем там. Просмотров там, у этих подписчиков там больше, но заработок выше здесь. То есть, зависит все-таки не от количества просмотров и даже и не от количества подписчиков. Вот зависит от того, фиге узнает от чего, если честно. То есть, в принципе, от того, кто смотрит. Вот мне смотрит Россия. И видите, тут на втором месте Соединенные Штаты. Вот за счет этого получается больше доход. Хотя Россия здесь платит вообще 90 центов, а США 7.33. А на том канале Россия, где у меня тут канал, уже я его закрыла. Россия платит доллар с чем-то, по-моему, за тысячу показов. А тут 90 центов. Там США платит 8 с чем-то, а тут 7.33. Но там США меньше просмотров от США. Вот количество просмотров, а нет, количество коммерческих воспроизведений. Да, вот это вот количество показов рекламы на вашем видео. Вот эта вот позиция. То есть, вот эти все показатели, они постоянно плавают вверх-вниз, они постоянно меняются. И однозначно ответить, сколько можно заработать на YouTube, невозможно. Каждое видео, каждый канал, каждый контент, он разный. И как будет себя вести YouTube с вашим каналом, догадаться невозможно. Есть каналы, которые за год, за полтора набирают по миллиону подписчиков. И миллионы просмотров. И, казалось бы, обычные каналы, там, где снимают, вот Мисс Кэти и Мистер Макс, да, каналы. Уже, наверное, все про них слышали. Там просто папа снимает своих детей, ну, начало с чего, там, с обычных хоум-видео, да, домашних видео. Вот. И почему-то они выстрелили эти каналы. Потом они начали распаковки подарков, там показывать и все такое. То есть, есть какие-то истории, которые не поддаются объяснению, почему эти каналы выстреливают. Можно всю жизнь сидеть сутками в YouTube и выкладывать кучу видео, а потом одно видео какое-то выкладываете, и оно набирает там много-много просмотра, потому что оно становится вирусным. У меня, например, на канале Виктория Катыченко Vlogs, тоже без задней мысли, я как бы, ну, сняла видео о том, как сделать укол себе самому. То есть, мне надо было сделать себе укол. Я этого делала впервые, мне рассказали, как это сделать, и я решила записать такой мастер-класс. И это видео у меня выстрелило, можно сказать. Так, где оно? Вот оно. То есть, оно за очень короткое время набрало 381 тысячу просмотров. 9 октября я его выложила, ну, 4,5 месяца прошло, 381 тысяча просмотров. Ну, скажем так, есть видео более вирусные, которые набирают намного быстрее просмотра и больше, но вот на моих каналах это одно из таких видео, которое там быстро начало раскручиваться. Хотя ничего особенного там, ну да, я показала, как себе сделать уколчик. Ну, видимо, понравилась попа, не знаю, что там больше техника укола понравилась или что-то другое, но тем не менее, то есть, вот так вот выстрелила. Есть еще пару видео, которые выстреливают. Вот у меня есть еще канал «Не люблю готовить». На нем мало подписчиков, на нем 768 подписчиков, 103 тысячи просмотров. Этот канал мне приносит 2-3 доллара в месяц. Ну, я там особо, поскольку тут вот я не люблю готовить, я готовлю мало, поэтому видео там немного, ну, вот они и есть, и они как бы потихонечку капают. Я когда-то давно-давно записала, как готовить Бейлис, как готовить майонез там и что-то еще, и они начали просматриваться, эти видео. Поскольку они начали хорошо просматриваться, вот 54 тысячи, 17 тысяч просмотров, ну, на тот момент мне казалось, что это достаточно много, 5000, и я решила записать еще серию видео про готовку, попробовать, то есть, пробная такая вот версия. Ну, скажем так, много денег он мне не приносит, но по чуть-чуть капает, они лишними не бывают. Я ним уже не занимаюсь, этим каналом. Может быть, когда-то еще чего-то захочется приготовить и записать это, вот, потому что лень, штука серьезная. Так, и какой-то я еще хотела вам показать канал. Какой-то еще хотела показать канал. Ну, в принципе, тут вот есть еще собака и ее роды, не буду на него заходить. Там роды моей собаки выложены. Ну, это тоже долгая история с этим каналом у меня. Это второй такой канал, потому что к первому я потеряла доступ, а на нем очень много просмотров. Как оказалось, я даже это не сразу поняла. Я тогда ютубом не занималась. Вот, ну, я не смогла, там, полтора миллиона просмотров набрал один ролик, и я не могу восстановить доступ к этому каналу. И я нашла исходные видео, исходники, создала новый канал, как бы, и залила туда эти видео. Но они уже не пользуются такой мегапопулярностью, как первый вариант. Ну, потому что они уже есть в ютубе, в принципе. Вот, поэтому там результата пока нету. Вот, ну, и есть еще канал моей дочки, у которой 17 или 18 тысяч подписчиков. Она юный видеоблогер. Вот, и она, только она занимается своим каналом, он ей тоже приносит, там, 20 долларов в месяц примерно. Хотя там у нее 17, по-моему, тысяч подписчиков. Вот, поэтому много на ютубе заработать можно. Я не могу сказать, что нельзя. Можно. Но не всем везет вот так вот попасть в точку и действительно найти свою нишу, которую будут смотреть реально со всех. Выберут ваш канал и будут ваш канал смотреть. Вот как мисс Кэти и мистер Макс. Вот, потому что, ну, я лично не думала, что такие видео могут быть настолько популярны. А как смотрю по отзывам, там дети просто обалдеют. От этих каналов они смотрят вместо мультиков, я так понимаю, просто просят включать и смотрят эти каналы. Ну, естественно, мамочки там тоже с ними, наверное, смотрят. Вот, хотя, ну, мне так не очень, ну, не хочу кого-то критиковать, но я бы не смотрела такой канал. То есть для меня это неинтересно. Вот. Но я бы не смотрела многие эти видео, которые я записываю. Я не думала даже, что они могли бы быть популярными. Но так как меня подписчики просят, вот запишите видео о том, как почистить клетку хомяка. Вот можно себе представить, что видео о том, как почистить клетку хомяка, будет популярным. Или как, чем кормить хомяка. Ну, чем кормить хомяка, еще можно подумать, что может быть популярным. Вот. Обзор домика хомяка. Или обзор клетки попугая. Ну, то есть вот, когда начинаешь общаться со своими подписчиками, кстати, что я очень рекомендую делать. Когда вот у вас здесь хоть один комментарий есть, вы обязательно его открываете и на него отвечаете потому что если вы сейчас не откроется я на другом канале если вы общаетесь с подписчиками канал вас становится живым он оживает ваши подписчики во-первых начинают больше вам комментировать видео потому что они задают вопросы ждут ответа чем больше комментарий под вашим видео тем выше видео становится в рейтинге на среде других таких же ну и соответственно я вот смотрю по каналу своей дочки у нее здесь висят комментарии там она то может на 12 ответить остальные просто висят я уверена если бы она отвечала на все комментарии то у него бы канал еще более быстрее бы развивался вот но это тоже время и я вам скажу это время уходит на это много допустим если один так и на этом еще с канале если не один канал то конечно же я вот сейчас трачу большое количество времени на то чтобы содержать эти все каналы выпускать туда новые видео выкладывать и опять-таки отвечать на комментарии и я понимаю что это нужно делать потому что конечно когда там уже миллионы подписчиков то это уже нереально делать отвечать на все комментарии вот но на первых этапах там да наверно до там пятидесяти тысяч надо все-таки стараться это делать успевать естественно у меня есть еще группы вконтакте куда могут подписчики переходить и там общаться между собой это тоже идет взаимосвязь с вашей с вашим контингентом людей даст с вашими подписчиками то есть они это ценят и они следят за вашими видео вот в общем то все что я могу сказать по поводу сколько можно зарабатывать в ютюбе вот здесь вот вот этот вот youtube analytics если сюда залезть тут можно просидеть неделю и смотреть всякие показатели от чего что зависит приблизительно я вам сориентировала по тому сколько подписчиков сколько доход из какой процесс какое количество просмотров что чего зависит я надеюсь что как-то вы все-таки смогли сориентироваться приблизительно вот и что мое видео было для вас полезным и если это так ставьте лайк подписывайтесь на канал ну и комментируйте видео если у вас есть вопросы задавайте если я знаю на них ответы я отвечу если не знаю я ответы ответит кто-то другой кто попадет и увидит ваш комментарий если вы увидели вопрос и знаете на него ответ ответьте вы пожалуйста на этот вопросик и так вот мы друг другу будем помогать и узнавать что-то новое видео было полезным тогда подпишись на канал и поделись этим видео с друзьями а с вами на связи была виктория котыченко всегда рада вам помочь задавайте вопросы и встретимся в следующих видео всем пока